Добрый вечер, дорогие радиослушатели! У нас сегодня в гостях Валерий Подорога, доктор философских наук, заведующий сектором аналитической антропологии Института философии нашей Академии Славной, ну а также, я бы сказал, писатель и публицист. Ну, а впрочем, про всё остальное вы сами можете добавить свой послужной список. Ну, мне трудно тут что-то добавить, ну, может быть, я не такой уж писатель, вот единственное, что... И не такой уж публицист. То есть я, скорее, всё-таки более в Академии такой взращённый, и в Академии живший и выживший вот такой персонаж. Ну, а как же, тогда как вы определяете жанр, вот вышедшие недавно книжки о политике, где выступление, интервью в прошлом? Ну, я даже не знаю, там я пытался заявить как раз вот такое персоналистское знание отстоять. Я вот сейчас как бы вошёл в такую стадию возраста, такой, да, что я занимаюсь такой индивидуализацией или присвоением собственного знания. Ну, да, личностное знание. Да, вот именно личностное знание, которое я противоставляю какой-то общей большой политике. То есть политика, то есть в течение ряда лет, даже десятков лет, куётся вот такое вот знание, собирается там и так далее. Конечно, не у всех оно равномерно, как бы удачно собирается, это понятно в Академическом мире. Ну, те, кто чувствует в себе какую-то вот уверенность в том, что это знание пригодится и другим людям, да, ну, в частности, я какую-то уверенность в этом испытываю, то я, естественно, надеюсь, что это знание политично. То есть в том смысле, что это та собственность, с помощью которой я управляю какими-то процессами со стороны моих читателей, людей, которые интересуются идеями там и так далее. И она, явно эта политика персоналистского знания, явно противостоит вот такой коллективистской морали больших политик, построенных в основном на какой-то изначальной лжи и на каком-то изначальном таком иллюзии или там какой-то утопии там и так далее. Ну, в этой связи тогда уместно спросить о различии или о разном понимании философии политики, политологии, которые, вот по моему ощущению, как раз вот и ориентированы на это анонимно и... Ну, я не думаю, что есть такая дисциплина философии политики. А политологию я рассматриваю как вот такую технологию, которая находится внутри властных механизмов. Это как бы такой способ рационализации некоторых иррациональных решений, которые принимают политики. То есть это такой своеобразный вот рационализация иррационального. Сама по себе большая политика, абсолютно иррациональна. Мы это наблюдаем каждый день. То есть не потому она иррациональна, что она изначально вот так сама себя придумала рационально, а просто в тех условиях, в которых принимается решение, ни одно решение не является правильным. Оно все время постоянно доводится через другие суммы решений, которые тоже все не являются правильными. Хорошо. Это, я думаю, наш слушатель будет удовлетворен подробностью ответа на такой вот почти случайно возникший вопрос. Не, ну он не случайный. Он, конечно, не случайный. Но действительно, да. Ну, раз уж об этом взошла речь, то, по-моему, в самом начале, в предисловии буквально к этой книге, там мне показалось очень удачным вот появление слова или концепта там мания. Мания, да? Да. А я что-то, так сказать, не помню там контекста. Что там имеется в виду? Я, понимаешь, не должен помнить каждую строку, которую я там... Она на меня вот произвела впечатление, как-то сразу запечатлилась. Мне это показалось важным в связи с тем, что я куда ни посмотрю, всюду нахожу следы так или иначе преформированного, такого маниакально-депрессивного психо... Вот мне... от МДП, так сказать, да. И большей частью это с ударением таким ценностным, эмоциональным на депрессию. На депрессивной части. При том, что она может быть там и злой, и эмоционально яркой, но... И крайне редко вот как раз этот маниакально-эйфорический такой... Маниакально-эйфорическое проявление привлекает внимание. Хотя вот может быть применительно к политике-то это очень... А что ты имеешь в виду? Я не понимаю здесь вот... Когда ты вот это раскрываешь смысл того, что ты... чем-то ты заинтересовался. Ну, вот мне показалось своеобразием вот этого эмоционального и ценностного ударения, который редкостью его. Редкостью в смысле апатия, вот эта депрессия, которая... На фоне, на фоне апатии, депрессии и... Такой скорбного... А, понятно. Бесчувствия так или иначе, да. То есть ты рассмотришь эту книжку как оптимистичную? В этом смысле да. Да, ну, не в духе исторического оптимизма, что нас ждет светлое будущее, а вот по градусу... Личного спасения, да? Ну, если угодно, да. Как бы... Под назначенностью. Ты читаешь человека, который спасся, да? Да, да. Почти уже. Хрестозапазов, как говорят, в таких случаях. Ну, хорошо, это вот эта тема. Но вас можно поздравить еще, тебя, прости, и с выходом книги вот второго тома месяца, да? Ну, там, первого полутома, второго тома, да? Да. Насколько я понимаю. Да. Как было сказано. Но это большой длинный труд. Вот что дает, что дает, ну, уверенность, силы, ну, и некоторым вроде упрямство, да, вот на работу в таком большом времени? Вот Гумилев как-то сказал, Олег Николаевич, про людей длинной воли, так, по особому случаю. Вот откуда растет, и чем поддерживается эта вот длинная воля, довести, просмотреть все горизонты и дойти до какого-то... Тем не менее, из-за какого-то завершения, который... Да, ну, завершение еще там не пришло, но оно, собственно, уже, как бы, это получается такая, что ли, трилогия. По сути дела, три тома. Это первый том, и второй том состоит из двух частей. И еще будет, складывается книга такая небольшая, да, которую я хочу сделать опыт самокритики. То есть попытаться... Очень интересно. Да, с собой поработать вот в таком жанре очень тяжелом, да, но очень важным для меня, потому что сегодня, конечно, люди мало читают такие громадные толстые книги, которые вот я написал, выпускаете тома. Что касается упорства, но упорство идет из детства, и я всегда, так сказать, литературу имел в виду, даже в возрасте где-то 19-21 года в этот промежуток, когда в советском обществе, в юношеском миросвязерцании царила журнал «Юность», «Гладилины», «Аксенов», «Евтушен», ну и так далее. Да, это целая такая вот живая литературная смесь, в которой, по сути дела, мы жили тогда. И я вот эти три года тоже был писателем. То есть я что-то писал, там, рассказы, там, писал, даже роман какой-то пытался. А издавать не пытался? Нет, нет, ни в коем случае я даже. Потом делал постиши, то есть в таком прустовском смысле, там, подражал Фолкнеру, подражал Хеменгуэю, там, тренировался и так далее. Потом это служило большой службой для чувства языка, и вот там связи с литературой, которую я, как бы, все время ощущаю. То есть я литературой, чем дальше и больше я занимался уже серьезной философией, так сказать, и так далее, тем больше я ощущал это родство с литературой. Как ни странно. Именно литературная проза, а поэзия? Нет, и поэзия, и литература все вместе. Литература в таком вот, что ли, преджанровом состоянии. То есть это литература вообще все, ну, как, я не знаю, как ее определить. Это как бы литература до жанра и до произведений каких-то, да? Это литература как совокупность какого-то миросозерцания, да? В которой погружена, кстати, и философия. И вот когда я понял, вот, что под литературой я понимаю, ну, совершенно не литературу отдельного писателя, да? Или даже группы писателей, даже направления, а какие-то явления фундаментальные. Это меня увлекла сама по себе идея. Могу ли это я как-то эксплицировать? Ну, вот в течение многих лет постепенно, где-то с 84-го года, начинается накопление материала. То есть это книга, которую я сейчас пишу. Некоторые считают, что это слишком большая, там, и так далее. Но если она пишется, там, 20-30 лет, ну, как-то... Да, странно. С чего бы ты захотеть быть маленькой. Как она может быть вообще маленькой, да? Вот, поэтому здесь такой путь. И потом самое главное то, что я захотел сделать какой-то свой взгляд, бросить на литературный процесс и на литературу как таковую, в частности, естественно, отечественную литературу, вот, со стороны такого вот безучастного наблюдателя, со стороны антропологического какого-то рассматривания, да, вот, что происходило, что за... Как в различных эпизодах литературы, да, отражалась реальность, как она усваивалась. А, скажи, намилось тогда, а когда параллельно или как ответвление появился интерес к живописи и, ну, в частности, к Малевичу, или к рисункам, там, из Эйнштейна и так далее, это же... Это же могло и не случиться, но каким-то образом... Ну, это... Нет, это контекст. Дело в том, что, ну, как вы... Топнется, вот все как бы... У человека все уходит в детство или в юность, там, да. Ну, представь себе, школьник в 64-м году покупает там Эйнштейна. Была же такая возможность. Нет, но они лежали, да, их можно было купить, да. Вот этот старый пятитомник, потом он стал шеститомником, там, и так далее, вот. Еще сдавала там гражданская жена Эйнштейна, там, и так далее, Аташева, и помогал ей вот этот наш киновед, этот сам Клеймен, там, и так далее. Вот, это вот... И я очень рано как бы познакомился. Для меня, вот, с этой стороны, Эйнштейн был таким универсальным, что ли, учителем. Но все-таки тоже через книгу. Вот тут... Но, с одной стороны, книга, с другой стороны, у нас была такая художественная среда в школе, отчасти, к ней я так отчасти примыкал, не прямо там. Ну, были какие-то вот такие пересечения. А потом, ну, я даже не знаю, мне, ты знаешь, мне трудно говорить, вот, как это все приходит. Мне просто интерес есть к различным областям человеческой активности, да, такой художественной, где я могу применить те методы, которые у меня постепенно сложились. Кино, искусство и так далее. Ну, я помню, ваша лаборатория долго упражнялась в жанре под названием визуальная антропология. Меня это тогда очень заинтересовало, поскольку я под этой же номинацией, так сказать, там, в киномире имел дело. Да, да. Ну, потом, ты дизайном занимался? Ну, да, да, сначала, да. Ну, это же очень прямой такой тоже отношение. Есть, конечно, потому что у меня так в школьном опыте... У меня был дядюшка, который жил в Гурзофии, ну, по послевоенным причинам, и был такой книжник. Его жена, он сам физик, а жена математика, она все время корила, что, ну, какой ты человек, у тебя все время написано на столе несколько книг открыто, вот, и не укладывалось в голову, что можно читать параллельно. И он мне подарил дневники, дневники Чистякова, знаменитого рисовальщика, который был таким графиком. И они такого педагогического методического свойства, хотя это письма, дневники там и так далее. И вот потом так все ниточка за ниточку, за иголочку. Потом выходила 10-томная школа живописи. А, это я знаю. Да, и там по разным жанраммам. Отдельными альбомами. Да, ну, даже нет, такими книгами, но мягкими, там были иллюстрации. И так вот постепенно это все привело к тому, что в свободное время, по воскресенью, там, в старших классах и в начале вуза, я просто с этюдником уходил в лес или еще куда-то, какие-то объекты себе искал. Исключительно для внутреннего, вот, какого-то, самонастроя определенного, в который ты попадаешь, как только начинаешь смотрение, вот, этого специфического типа. Поэтому, да, к визуальной антропологии-то тоже была своя дорожка, но потом вы как-то резко его прекратили. Ну, нет, почему? Это все сохраняется, потому что у меня, как бы, по Эйзенштейну готовится книга, она будет выходить после, вот, сейчас я закончу, это будет следующий проект, это Эйзенштейн, который я просто уже часть издал, и там до издания. И там есть вторая часть, она просто называется «Визуальная интерполога». Ну, замечательно, будем ждать тогда. — Нет, не пять лет, это, кстати, готовность 80-90%. Эта книга уже достаточно готова. Ну, конечно. — Прекрасно. Мы минут через трюк идем на перерыв, и я про заранее скажу, что хотел бы начать вот этот следующий кусок, ну, для слушателей, да и для меня, в первую очередь, может быть, сейчас. И Олег Борисович, который у нас на Петербургском экономическом форуме, находится наш коллега, обычно вдвоем видим передачу. Ну, такого разъяснения, пропедевтических нескольких слов к тому, что такое психомимесис. Потому что это, насколько я понимаю, один из центральных концептов всей серии. — Ну, дело в том, что здесь вообще касается мимесиса как такового. Потому что перевод из древнегреческого, значит, это подражание, но сам феномен, который был описан Аристотелем, он достаточно сложный. И там часто, ну, как бы в некоторых интерпретациях сам по себе мимесис толкуется как некое узнавание, даже познание. Не столько ты, как бы, подражаешь чему-то, потому что ты понял что-то, да, там и так далее. Вообще, эта характеристика человеческого существования, она вся подражательна. То есть, это вообще даже невозможно человеке сказать, что он подражающий. Он просто человек, потому что он подражает. Умеет подражать. У него есть конкуренты, как ни странно. Всего два в природе живой. — Так, это непопытно. — Это обезьяна, естественно, но это совсем родственник, близкий. И попугай. Обладающий, ну, во всяком случае, я ссылаюсь на этологов, которые говорят, что вот такую степенью подражаемости, да, вот такой чувством подражаемости обладает вот эти два существа. — А кошки, как бы, ну, и на домашнем мы имеем. — Нет, но другие существа, естественно, поставлены в какие-то условия, при которых их подражание становится, как бы, обязательным. А другое дело, что это спонтанное такое... — Да, это по природе, так сказать. — Да, неизбирательное подражание. Это постоянное, так сказать. Хотя, там рассказывают про каких-то галок, про каких-то, там, скворцов, там, пение птиц, там, и так далее, да, там, и так далее. — Там же есть чем-нибудь видовое подражание, когда одни животные подражания. — Да, они друг друга... — Да, конечно, это все то же самое, но, в принципе, вот такое достаточно осмысленное поведенческое подражание все-таки вот сохраняется. Ну, конечно, не попугая, а больше, чем не обезьян, так сказать. Вот, тем не менее, для анализа литературного опыта как раз подражание является фундаментальным таким событием, потому что литература, как бы, подражает реальности, да? — Вот, все-таки, как бы, первая, самая краткая часть состоялась, поскольку, по-моему, слово подражание, оно уже какие-то ассоциации включает. И сейчас у нас небольшой перерыв, и мы тут же продолжим нашу беседу. Так, уважаемые радиослушатели, напомню вам, что у нас в гостях в аллее Подорога доктор философии и завсектор аналитической антропологии Институт философии РАН. Мы прервались перед перерывом на объяснение нашего гостя, что такое психомимесис. Кстати, а ты как расставляешь ударение? — Ну, там можно и так, мимесис, да, как говорится. И разные есть, и мимесис, и мимесис. — Ну, то есть... — Мы свободны в этом. — Да, я думаю, что здесь нет обязательного какого-то прибреждения. — Да, нормы, потому что древнегреческая норма, она уже перестала быть такой необходимой. — Ну, тогда у меня два дополнительных вопроса в развитии того, что было уже сказано. Всё-таки изложение этого понятия Аристотелем дано в трактате, посвящённом театру. — Ну... — Да, ну так... Хотя многие вещи, они потом стали распространяться. — Ну, трагедии. — Ну, трагедии, но с циническим искусством. — Ну, в конечном счёте, да. — С циническим искусством. — Но трагедия рассматривается там не только как с циническим искусством, а как основное искусство, как бы. — Ну, хорошо. Но вот это вот распространение его на все виды искусства, и в данном случае на литературу, вот оно... Чем мотивировано было? Или вот какие импульсы... В его понимании позволили или заставили это расширение существует? — Я думаю, что здесь нужно сразу чётко отделиться, потому что дело в том, что я как раз рассматриваю вот отношение психомимесиса, да, и мимесиса как такового с двух сторон. Вот Аристотельский мимесис, да, он разыгрывает одну такую ситуацию, так называемую внешнюю, как я называю, это мимесиса. То есть это насколько какое-либо произведение искусства способно отражать реальность и передавать нам его состояние этой реальности. Насколько оно является аутентичным. Искусство по отношению к реальности. Насколько через это искусство мы постигаем реальность, да, и так далее. Это Аристотельский приблизительно план. Хотя он усложняется, там он сложный, но мы не будем омывать сейчас говорить. — Хорошо. — А есть психомиметическое. Вот то, что мы говорили о подражании в природе, там, и так далее. Это инстинктивная человеческая активность при реакции на различные события, которые происходят. И психические события, ментальные, телесные события и так далее. То есть человек — это такое инновационное существо, которое постоянно реагирует на что-то. И вот этот психомимесис, он носит характер пассивной синтетической деятельности. То есть это всё-таки реактивность человека. Очень выдающаяся реактивность, очень тонкая реактивность. — Реактивность или ретроактивность? — Ну да, но имеется в виду, что это последующие уже... Но первоначально всё-таки это реактивность. То есть это изначально такая вот пассивность и умение готовиться к опасности. И поэтому психомимесис очень тесно переплетается со страхом. — Ну, со страхом, ужасом, недаром, там будет определение катариси, там на это и завязано. — Ну, там, конечно, Аристотель это отчасти учитывает. Но вот когда мы переходим к психометическим формам, вот тут и возникает масса проблем, связанных с чувственностью человеческой. Потому что, например, если мы берём там литературу Достоевского, то там определённый тип чувственности складывается, в который чего-то не хватает, для того, чтобы реальность была аристотельски так вот точно передана, да? — Прости, у старшего Ильконина, одного из известнейших психологов советского времени, был такой концепт, ориентировочный рефлекс, что такое. Это когда мгновенное реагирование на появление какого-то нового импульта, нового сигнала, нового объекта, именно вот это, что такое. Несёт ли он в себе опасность? Вот там психолизация была. А дальше уже в зависимости от оценки уровня этой угрозы. Ну, для Георгии будет так или я. Тут что-то похожее есть. — Да, здесь что-то похожее, да. Ну вот, и когда мы берём различные литературы, там выясняются различные типы чувственности. Оказывается, что, допустим, у Достоевского, например, очень слабо развито пространственное видение. Он очень слабо видит, да. Он очень слабо чувствует предметы и так далее. В отличие от Толстого, например, да. Но зато он хорошо слышит. Он очень чутко. И когда ты читаешь, у тебя же иллюзия заключается такая аристотельская, что вот Достоевский — это идеальный писатель, что вот он так передаёт всё там, и он действительно и природу хорошо изображает, и там человека. Когда ты читаешь вот такое классическое обычное литературическое исследование, там Достоевский, Толстой ничем не отличаются друг от друга. Это гениальные наши писатели, которые, ну, они отличаются друг от друга, но они полностью владеют любым возможным. — А на самом деле? — Любой человек. А на самом деле нехватка определённого... Ну, это как бы экономия чувственности. У писателя есть своя экономия чувственности. Он не может... — Ну, то есть он не оркестр. — Да, у него нету... Что-то у него нету. И это он компенсирует чем-то другим. И вот Достоевский это компенсирует временными структурами. И вообще наша литература, вот которую я проводил, анализ там от Гоголя, Достоевский, Андрея Белой, Андрея Платонов и Абериуты, это вся, так сказать, линия временных событий. Это литература, которая... Неважно, что она об этом говорит, она находится в темпоральном мемесисе. — То есть вовреки расхожему представлению о том, что русская культура, она иконична в своей основе, и в этом смысле образно-пространственна, казалось бы, да? — Да, да. Это, кстати, бахтянская, на мой взгляд, ну, не грубая, в смысле, ну, такая ошибка, которую он... Может быть, отчасти флоренского, кстати. Ошибка, которая как бы осознанная такая, что они хотели бы это так видеть, понимаешь? Вот, поэтому... А когда ты начинаешь заниматься, ты вдруг вталкиваешься с какими-то проблемами у Достоевского, когда во временности он находится, и незавершенности, да, всех его предприятий, возможностей, планов там и так далее. Когда он ни один роман не закончил, когда он никогда не может закончить описание. — Не успевать постоянно. — Да, да, он все время не успевает. Но постепенно, поскольку это же стало таким... Из маргинали перешло в какой-то архив величественный, да, и получило такое священное действие, то, конечно, стало завершенным произведением там и так далее. Но хотя до сих пор, конечно, здесь сравнивать его с Толстым, допустим, конечно, трудно, потому что Толстой стремился к совершенству и завершению и так далее. Да вообще, это линия классики, да, вот такая прозрачная, которая больше связана с аристотельским мемесисом, понимаешь? Вот поэтому я разделяю внутри литературы два таких явления, мощных направления, которые связаны по различию по мемесису. — То есть я правильно ли понимаю, что это не какая-то вторичная психолизация, как там Кристи выражалась, вот Мефиса как такового, да, а это присущий человеку. — Это поэтическая, это литературная антология, это антологические качества вот этой литературы, понимаешь? То есть это укоренённые основы, с помощью которых она что-то описывает. И когда ты берёшь Белого, там тоже другая структура чувственности, понимаешь? Ну здесь возникает такой вопрос, мне приходится отказываться от мнения самого Достоевского или там Гоголя о самом себе. То есть это я не принимаю как свидетельство вообще. Или как одно из... — То есть ты просто учитываешь как одно из проявлений самосознания какого-то, но не придаёшь ему такого решающего значения? — Вообще, через него я ничего не описываю, через это самосознание. Оно всегда ограничено, оно всегда связано с юмилитными иногда и политическими потребностями и всё. То есть я считаю, что художник всегда делает за спиной своей намного больше, чем то, что он видит впереди, понимаешь? То, чем он управляет. За спиной у него растёт гора открытий, да, а он пытается управлять каким-то узким локальным таким лучом света. Ну как бы у Достоевского было, его политическая активность там, его заигрывание с властью там. Вот, а на самом деле он создавал произведения типа бесов тех же, как будто они совсем такие политизирные, да, на самом деле там есть много самих своеобразных, очень интересных вещей. Вот, так что вот это различие, которое я тут настаиваю на нём, оно мне помогало как раз в работе. И тот психомимесис, о котором я говорю, он является так называемым внутренним психомимесисом. Если ты можешь представить себе, что между реальностью и произведением, есть внешние отношения, да, и естественно оно соблюдается, потому что каждое произведение что-то отражает там, да, быт какое-то там и так далее. Но ещё есть внутри меметические отношения к каждому произведению, понимаешь? Они уже выстраиваются через логику, где готовятся инструменты, да, и представления и образы, которые пойдут на вот это отношение с внешним мемесисом, да, вот что, чем... Смотри-ка, тут есть такая возможность или соблазнка внутреннего такого поворота, потому что там, где внешнее и внутреннее, и там появляются вот какие-то топологические структуры, ну, с центрированием этого внутреннего на чём-то там. Ну, в частности, там, в православной аскетике это на сердце будет. А, ну, ты имеешь в виду, да. Ну, а там, где топология, то это всё-таки топос. Это какая-то другого рода, да, тоже пространственность. Вот странно, она... И она... Ну, знаешь, я разделяю пространственность, да, и пространство, потому что пространственность — это некоторое качество самого пространства. То есть мы... И, скорее всего, это временная характеристика пространственности. То есть сама пространственность, да, есть знак некоторой временности, динамики пространства. Ну, понятно. А где динамика, там временная структура. Просто она в застывшем виде фиксируется, но она находится в динамике, развивающейся ее линии. А это как-то схватываемо в внутреннем психомирисе? Ну вот, пожалуйста, внутреннем психомирисе. Есть такая тема у Достоевского. Вдруг время. Вдруг время. Вот она это изначальная, элементарная, меметическая форма. То есть он все воспринимает через... И когда ты читаешь его тексты, они все с этими ускорениями, с финализацией, причем это и на синтаксе отражается. Ну так, в полной форме это будет и тут вдруг. Да, это все время происходит, все время какое-то изменение, внезапность, неожиданность. То есть все время автор не успевает. Он все время не успевает, потому что что-то сложилось, и он не успевает на это ответить. Появляются еще какие-то факторы. Но как же можно успеть-то за собой? Мысли, она ведь быстрее света, как вы каждый день его не говорили. Нет, он даже в описании персонажей не успевает, в описании каких-то декораций. Он не успевает везде. И вот это вдруг время является таким разрывным, импульсивным. В этой точке импульсации ты, конечно, топику можешь какую-то установить. И я тоже устанавливаю эту топику. Но в то же время это очень динамичное. А когда ты берешь, например, Андрея Белого, там возникает ситуация совершенно без подражания Достоевскому, совершенно в своем базе. Это понятие мига. Разрывная структура, там и так далее. Другая, как у Достоевского. Но тоже там меметическая форма связана с временностью. То есть это такая же личностная форма чувствования, да? Есть тезис, как личностные знания, о котором ты говоришь. Да, но она активирована в какие-то процессы, с помощью которых создаются произведения, понимаешь? Без этого... То есть это временная структура, которая живо бьет, как сердце, да? Вот она бьется в этой... Ну, миг это вот как раз и есть, там, мигание глазом. Да, и мигание глазом. Примерно один удар сердца и одна секунда так вот появился. Просто там, я сейчас так трудно говорить, потому что там такой большой объем. Но примеров очень много всяких разнообразных. Дальше мы там двигаемся. Больше всего меня потрясло, конечно, это вот... Когда я занимался абериутами и долго не мог... Все-таки тоже и поэзия, там, и проза необычная, там. И вообще вокруг этого какой-то полускандальный, полумаргинальный, там, завышение каких-то возможностей этой группы Аберио, там, и занижение. В общем, это какой-то круг еще архива, там, сырости такой вообще несложенности. Всего этого, да, и так далее. Вот. И там я вдруг столкнулся с необычными вещами, там. Я нахожу у Друзкина. Ты там в тексте, там, посмотришь. Какую-то большую цитату. Где он описывает, как будет, как придет конец света. И он описывает, что он придет не так, что мы это заметим. А он, как бы, будет концом света вместе с нами. Это не так, что вот мы... Да, да, да. Проснулись. Да, и слова-то моего нет. Да, проснулись. Живак, оно видно, что нет конец света. Да, да. На чем мечтают бабушки, да? Дожить до конца света. Это, вот, как бы, такая мечта каждой бабушки, такой, более-менее здоровой. Вот. А здесь, и вот он, как бы, описывает, вероятно, это на фоне того голода, который он перенес в Ленинграде, да, блокадного. Он говорит, что через какое-то время чего-то не станет. Через какое-то время, там, лошади, люди станут ходить медленнее. Через какое-то... И так далее, там, подумали. Проведет описание, там, и он прям... Ну, это должно быть длинным процессом. Да, он показывает, что это месяца два будет занимать, как это все будет постепенно, мероприятие. Да, понимаешь? В этом тоже что-то есть. Да, и это меня... Я раньше вокруг этого крутился, да, потому что... И я вдруг понял, что здесь верный мой путь, потому что я не только в русских, но и, там, в других местах. То есть, группа Аберио была очень чувствительна к этому временному промежутку останавливающегося времени. Сейчас мы снова удалимся на небольшой перерыв. Будет тот самый миг, в который можно что-то... Да. Что-то в чем-то переориентироваться. Дорогие радиослушатели, мы плавно переходим к третьей части нашего разговора и остановились на комментарии, валитой по дороге, к им же самим введенному концепту с психами месяцами. Вот, я думаю, что хотя бы ассоциативно, с опорой на такую миф-поэтическую интуицию, если угодно, там, что-то вы... Мы вместе со слушателями через эфир сумеем, так сказать, схватить. Вот, а сейчас я бы задал вопрос немножко про другое, чтобы потом снова вернуться к тому, о чем мы только что говорили. А это другое связано с, так сказать, с памятью, с памятью о том, что где-то в 70-е годы, может, чуть позже, лаборатория аналитической антропологии, ну, осуществляло своего рода, я бы, прости за неологизм, сказал такое философское курирование, да, вот, некого слоя современных художников, еще представителей современного искусства. Ну, ты ошибся, ты ошибся. Гадания, да? Да, нет, ты ошибся, да, не 70-е, 90-е. 90-е, да, когда это... Хорошо, да, это мне память иногда подводит. Да, и даже 92-93, вот так вот, точно более. То есть, так вот, точечно, это какой-то поменьше, типа... Да, ну, потому что у меня, я год, у меня есть такая книга, называется, она посвящена, кстати, визуальной антропологии, так и называется. Да, это такой большой альбом, да, в котором я с такими актуальными художниками, вот это не художники, вот, ну, как бы, модернистского плана, который, вот, в большей степени ты, например, с ними имел дело, там, и знаешь их, и так далее. А это вот совсем актуальный, который... Да, да, понятно. Вот это вот, как раз тогда это различие так обозначилось довольно резко, что... Да, обозначилось. Это потом, ну, как-то свернулось или прекратилось, или как градус этого понизился? А, дело в том, что вот сама вот актуализация, ну, как бы, мне кажется, здесь есть один процесс, который сразу закончился, это связано с индивидуализацией вот этого опыта. Оказывается, этот опыт актуальности не может быть индивидуализирован, что это искусство, как антиискусство, что там нет художников, что там все любители как бы, что там множество складывается таких обстоятельств, да, условий, параметры существования актуального современного искусства, которое стало грандиозным совершенно сегодня деланием различных вещей. Да, да. И вот без этой упомянутой, насколько я понял, установки на такую художественную сделанность, да, вот вещи, мастерство. Да, да, потому что, да, потому что, нет, оно как бы... Оно может быть, но оно не является для этого, для этого вида арт-активности, как бы, непременно условия. Ты знаешь, я как бы, так сказать, поделил вот историю искусства, да, у меня есть такое большое исследование о вещах, о вещах, которые как раз были связаны с некоторыми темами, там, которые меня интересовали, да. И у меня как бы три вещи фундаментальных, как бы, вот, которые по эпохам можно их разделить. Одна вещь — это вещь Бога. Это вот период сакрализации, христианизации искусства, да, там, иконография вся выстраивается, да. Она уже, может быть, и более светский, но с характером, да, она постепенно такой светский. Но тем не менее, все-таки это опыт христианизации искусства. Это искусство, как бы, вырастает в мир через христианство, условно говоря, западноевропейское. Пока. А потом вещь другого. Вещь другого — это где-то новое время, когда появляется автопортрет, когда появляются какие-то вещи, когда человек уже впадает в так называемый европейский нарциссизм, где вот это самое такое, самопроверка, да, и где появляются формы, ну, различных исповедей, там, где литература зарождается. Вообще зарождается европейское сознание современное, индивидуализированное там и так далее. И всегда она связана с тем, кому принадлежит вещь. Кому она принадлежит? Основной вопрос. Вот она сделана, кому она, чья подпись начинает играть роль, ну, и так далее. Именно искусство. Да, да, именно искусство. Мы знаем, что есть Рембрандт, мы знаем, что вообще все это становится индивидуальным очень. Это очень связано с протестантской тоже психологией, отчасти которая появлялась на католическую практику там и так далее. И последняя ничейная вещь. Вот это актуальное современное искусство, где с вещью утрачена та вот ремиссионическая связь, да, та возможность индивидуально его и делать. Сейчас нет индивидуальной вещи. Она стала... Но здесь же как бы есть еще такая рефлексивная симметрия. То есть кому принадлежит вещь и кому принадлежим мы. Сами, так сказать, в некотором роде тоже вещевоявляющиеся, так сказать. И выходит, что не только нам ничего не принадлежит, и мы ничему не принадлежим. Вот в этом состоянии. Ну, я даже не знаю. Мне кажется, напротив. Там, где сохранялась иллюзия индивидуализации вещи, там мы имели иллюзию больше свободы. И перед Богом, там перед другими. А там, где ничейная вещь, мы стали такими же ничейными. Ну, как то, что называлось, заброшенным, там не востребованным, не слышим зову. Да, мы как бы соприкасаемся друг с другом не целостно, а частично. То есть через какие-то... Вот сегодня художник, это просто человек достаточно наблюдательный, который своеобразно как бы видит что-то. Все любые какие-то детали. И тем более еще это связано с условностью, которая сегодня доминирует. Ну, ввиду вот этой уже продуманности глубокой, которую ты нам предъявляешь, как бы ты прокомментировал еще одно расщепление, которое, ну, вот, может быть, в последние годы, в лучшем случае десятилетия, да, отдельно говорится о современном искусстве, начиная там с раннего еще авангарда. Вот актуальном, который здесь как-то консолидировался, а потом то ли распалось, то ли вот... А не чейнилась. Да. И теперь еще появляется такой интерес к активизму. То есть вот активизм, который... Актуальность реализует вот... В спонтанных... Каких-то практиках, да. В событиях, да, в мгновенных, по сути дела. Флешмобы, развеции, новые перформансы. Да, и медийный активизм, причем оно еще сразу, это так, тотализировалось, распространилось на другие виды активности, не только художественные, потому что в раннем мире говорится о гражданском активизме, экологическом, политическом активизме и т.д. Ну, вот яркая фигура господина Навального, который вот по всем ощущениям, так сказать, показаниям активист, хотя вот конкретно привязать его в какой-то разновидности не так просто. Ну, и поэтому вот мы можем говорить, что... Что такое, вот по твоей интуиции, предварительной какой-то ориентации в этом активизме, в сравнении и в отличии от актуального искусства? Ну, вот я думаю, что здесь, знаешь, что... Здесь вот можно сделать таким образом, что сегодня искусство, как таковое, существует только в актуальных формах. То есть там, где оно активно, вот откуда вот этот активизм, да, что актуальное искусство, оно актуально, то есть оно постоянно действующее. И активизм это и является частью этого... Проявлением, событийным проявлением, заведомо... Да, представь себе, что зона традиционного искусства все время уменьшается. Да, там сохраняются ремесленнические навыки, мастерство отдельных, но как один такой развращенный актуальный художник ответил тому, кто считает себя классикой. Он ему сказал, ну побойтесь Бога, вы же рисовать не умеете. И он действительно не умеет рисовать, потому что школа разрушилась. Потому что никаких Ивановых там, да, и наших выдающихся художников, которые обладали рисунком... Это очень существеннейшее замечание про школу именно, потому что за пределами педагогики... Вот там, где... Если кто-то совмещает свою творческую деятельность с педагогической, то у него это еще сохраняется, но за счет особой... Не, ну это все равно... А сейчас уже нет... Не, ну это все равно, это же нужно какая-то... Должна быть затребованность на такое вот искусство медленное, да, с отработкой. Это же... Это мастерство письма такого, это же просто очень трудно с ханейом. Ну и письма, и смотрение, потому что оно требует такого же пристального смотрения, в том же смысле, как мы можем читать пристально, читать медленно. Кто научит художника, понимаешь? А вот когда ты берешь старые какие-то вещи, ты все время встречаешься с мастерами, которые учат учеников. Это очень сложное дело. Просто нет ни одного крупного художника, который бы не имел ученичества, понимаешь? Это просто необходимая передача науков, техники. Ну и параллельно тоже рефлексия особая, это же для того, чтобы передать, надо самому как-то осознать ее в каких-то формах. Вот поэтому я считаю, что актуальное искусство, оно становится частью масс-медийных процессов. Понимаешь, оно включается в масс-медийные. Оно теряет свое предназначение в качестве искусства. То есть оно перестает быть искусством. Оно становится той социальностью, и вот в широком смысле, я о чем-то говорил, активность, актуальность, где начинает замещать, может быть, даже активность. То есть, напротив, активность замещает актуальность. То есть теперь, если ты не активен, то не актуален. Понимаешь? Ну, так оно. Поэтому вся эта вот тусовышенность, бесконечные презентации, великания, вернисажа, главное, чтобы это попасть в кадр. Да, и масс-медийное пространство, абсолютно отсутствует всякая тишина. То есть, фактически, вот этот комплекс созерцающего глаза, которым мы, может быть, с тобой еще как-то обладаем, или кто-то, миллионы людей еще ценят его, когда человек может свободно что-то рассматривать в каком-то своем времени. У меня был, простите, у меня был такой просто эпизод. Я на год уехал из Москвы в город Шевченко, на Каспии. Так получилось по жизни. Ну, и с собой не было взято практически ничего. Да и не было тогда. Женя, довольно так. А когда? Бедно. Это был 76-й год. Я уехал, 77-й. И год, ну, там выдали квартиру, и год жил так и при голых стенах, ну, минимума каких-то вещей, ящиков, в которых книги стояли. Но Сергей Потапов, такой художник есть у нас, не широко известный, скажем, он писал на скатерях вот этих, настольных, то есть на заднике. Получалось, в общем, не надо грунтовать, вроде там есть это, клееночные, ну, клеенки еще назывались, на скатерях клеенки. Ну, и вот у меня была его одна работа. Они довольно большие были, ну, в размер стола, так сказать, да, какой была клеенка. Там некие, ну, что-то такое психоделическое было, конечно, там какие-то вот объемы, перетекающие в горлышки, из горлышки, вот это там персонажи как-то вот. И вот она у меня год висела, висела там, ну, над песенным столом или над тем столом, где я работал. И вот я потом очень как-то болезненно стал даже, заостренно вернее, вот различать вот образы, предназначенные в длительном усмотрении, и образы, очень быстро стоящие. Ну, вот когда делается журнал, там книжная графика, ну, ну, что журнал там, особенно нынешняя глянца, пролистал и выкинул. Там ты не будешь его, если это не исключительный случай, рассматривать долго-долго-долго. И эта манера, она так и перетекла из изобразительного или графического дела в дизайн, в архитектуру. Ты часто приходишь в какой-то новый интерьер, в какой-нибудь кафе или там офисного, типа, о, что-то свежее. Проходит 2-3 месяца, и оно смывается просто мгновенно, потому что оно не было, оно было сделано, как правило, там, используем компьютерных технологий, каталогов там, слеплено, ну, как-то там. Гармонизируем, ну, может. И они долго не живут. Они долго не живут. А вот... Ну, мне это прискорбно, но это, в общем, наверное, особенность вот такого. Не, ну, просто в рамках социума современного отсутствует такое вот длительное время. Оно утрачено. Потерялась созерцательная практика, потерялась читательская практика, она теряется. И даже, я скажу, сегодняшний писатель, он уже не пишет. А что же он делает? Как называется то, что он делает? Ну, наверное, как-то составляет слова. Какая-то новая техника появилась, при котором можно пренебрегать повторным чтением. То есть из литературы удаляется перечитывание. Вот это вот невероятно... Невероятные потери, потому что только после второго. А еще лучше. Перечитывание — это такое путешествие вглубь, невероятно. То, что ты помнишь сюжет или там какие-то эпизоды, это само все ничто, если вот это все не отсылает еще куда-то. Вот это время, которое вот сейчас замещает время досуга или свободное время человеческое, вот оно сузилось, потому что, оказалось, эксплуатируется и это свободное время, которое человек пытается сохранить для себя. Вот мне понравилось, когда-то Барт еще в конце 70-х годов правильно очень сказал, что читающие сегодня — это аристократы чтения. Они... Их просто осталось очень мало. То есть фактически... Ну, есть пишущие, но, как ты знаешь, читающих практически почти уже не осталось. Но с другой стороны, вот эти медленные волны времени сами по себе, они не исчезли? Ты знаешь, я могу сказать так, что если ты хочешь считать мир вокруг тебя маскарадом, каким-то такой ложной декорацией, то, конечно, может быть, ты считаешь, что они не исчезли. Но если ты уйдешь в монастырь и подпытаешься в какое-то место уйти, чтобы остановить это время, там, понимаешь, ну, я не знаю. Ты, конечно, лично ты можешь совершить такой подвиг остановленного времени и восстановить, но вообще-то я не знаю даже. Я считаю, что вот философия в том ключе, как она сегодня должна существовать, ну, во-первых, должно быть какие-то порождать идеи, с помощью которых можно современность. И она должна быть абсолютно современной. Абсолютно современной. Понимаешь? То есть она должна четко чувствовать, вибрировать в этом времени, в которое она загнана, да? И там осуществлять практику медленного. Понимаешь? В этой чудовищной быстроте... Замедлении. Да. Об этом Кирк Егор еще писал, когда вот по поводу своей поездки первой там или... Ты не имеешь в виду повторения? Железные дороги. Нет. Это довольно небольшой такой, на самом деле, пизод, что почувствовал, насколько вот убыстрилось время с появлением железнодорожного транспорта, да? И потребность в торможении, притормаживании. Ну, видимо, она как-то связана вообще с феноменом скорости изменений. И каждый раз она заново воспроизводится, потому что появляется самолет, появляются там ракетные всякие дела. Но техника это все-таки немножко другое. Я имею в виду все-таки наше окружение, которое пронизывается вот такой скоростью невероятной различных объектов, и в частности образов. Они очень быстрые, они очень разрозненные, они с разных сторон. Масса это окружает человеческое сознание, которым очень трудно найти выход для человеческого. Поэтому общий мир напоминает сегодня такую массированную деантропологизацию. Он как бы становится все менее человечным. Все менее учитывается присутствие человека в этом мире. У нас осталось две минуты до окончания. Окончание человека. Да, о кончании человека. Поэтому я задам с Блиц вопрос и, так сказать, надеюсь на быстрый ответ на него. Работая сейчас в Министерстве философии, я, когда пришел в этом качестве нового, исходил из предположения о том, что развитие и всякая управленческая активность, она имеет смысл только в условиях и по отношению к философскому сообществу страны, а не к совокупности учреждений или к одному учреждению. Вот не буду дальше даже развивать этот сюжет. По твоей исходной такой социальной интуиции, вот что можно ли о нем говорить как о чем-то сущем и описуемом? Ну, учитывая просто разнообразие форм бытования, так сказать, да, философской деятельности. Ну, а что ты хочешь спросить в смысле? Ну, вообще, такой концепт сам по себе, он входит в корпус твоих, так сказать, представлений? Ты знаешь, вот мне кажется, нет. То есть интуитивный ответ нет? Да, я не хочу, чтобы моя мысль была для всех. А то, чтобы она была хоть каким-то образом социализирована? Это не мое дело. Не мое дело. Прекрасный ответ. Спасибо большое. Вот. Так что, дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за то, что вы нас слушали, эфиру за то, что он вместил в себя, передал эти вибрации времени. И будем учиться в покое, находясь в движении. Да. Спасибо большое, что ты. Да, спасибо вам. Оказал нам такую честь. Спасибо вам. Всего доброго. Да, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok